В акционерном товаристве «Гомсельмаш» поведомили образ процессов новых, так званых, разумных комбайнов. А про то, что тут презентовали машины, которые убирают уроджай, а маль на треть худшей, чем иснуючие узоры. Перспективами айчинного комбайна-будования подчеркнулись наши корреспонденты. Модель GS3219. У акционерного товариства «Гомсельмаш», кажется, появился новый бренд. Нельзя сказать, что у этой техники нема аналогов в свете, але далеко не каждое конструкторское бюро сегодня може распросявать такую машину. От традицийных она дразнивается іншим способом опрацовки збоживых и кукурузы, что дозволяя значно повеличить ее продукциейность. При этом GS3219 наводь больше зручный у эксплуатации. Это комбайн, который позволяет повысить производительность, допустим, с наиболее весным комбайном 1218, порядка 30%. То есть, в принципе, это сократит необходимость, потребность в механизаторах уменьшится, потому что вы знаете, что сегодня в странах СНГ механизатор становится такой редкой профессией. Специализованное конструкторское бюро на «Гомсельмаш» и створили еще в 1947 году для распросявки машин и механизмов для живелого доли и кормовой творчести. Потом был период, калей СКБ плановали расформировать, але президент Беларуси Александр Лукашенко эту идею не подтримал. Час показал правильность такой позиции. Сегодня это научно-технический центр комбайна-будования. Существование для компьютерного моделирования позволяет проводить виртуальное выпробование новых узлов еще на стадии распросявки. Летой с «НГомсельмаш» презентовали комбайн, который работает на газе. Аналогов у света ему нет. Сейчас появилась еще одна модель – GS3219. Для Беларуси это ноу-хау. Классная школа инженерной службы, инженеров-конструкторов, которые сегодня трудятся ежедневно своим плодотворным трудом, создают новые модели. Она у холдинга «Гомсельмаша» сохранилась. И вот благодаря тому, что наш мозговой центр, который сегодня носит название научно-технического центра комбайна-строения, по сути, это лаборатория с полной базой, испытательной базой, наличием квалифицированных кадров, она и позволяет добиваться таких высоких результатов. Спыняться на досягнутом на предприемстве не сбираются. У ближайшей перспективе обещают представить мини-комбайн для фермеров и невеликих подсобных из подарок. Кажут, что по померу он будет крыху больше за легковый автомобиль за победным коштом. А прожатого на протягу двух-трех годов тут обещают обновить базовые модели, зарабить их больше сушасными, экономичными и автоматизованными. Думаю, что трендом на будущее это будет все-таки оснащение системами дистанционного мониторинга, чтобы можно было, допустим, дилерам или даже завода следить за работой машины прямо из дистанционной, скажем так. Кроме этого, конечно, работаем мы над созданием машин с использованием искусственного интеллекта. Это тоже мировой тренд сегодня, и мы в этом направлении тоже работаем.